Я вас приветствую, с вами Макс и сегодня мы поговорим про Mac Pro 3.1 и о том как с нуля, ну как с нуля, со стоковой системы, самая последняя поддерживаемая система для Mac Pro 3.1, OS X El Capitan, обновиться без всяких флешек, иметь только интернет и конечно же клавиатуру и мышку. До Mac OS Sonoma 14.4.1. Первое, что вы должны запомнить, вы должны первым делом удалить старые Wi-Fi и Bluetooth, которые у вас стоят в вашем Mac Pro, если конечно они там есть. Если у вас уже обновленный комбо модуль от iMac, то ничего делать не нужно. Комбо модуль от iMac работает нормально. Первое, что я сделал, конечно же я убрал свои классные видеокарту и SSD, а именно RX 580 8 гигабайт, прошитую под Boot Screen для Mac Pro 3.1, а также SSD PCI Express. И установил вместо них популярные для Mac Pro 3.1, SSD SATA на 120 гигабайт, а также видеокарту GT 640 на 2 гигабайта, про которую я уже рассказывал, что это одна из самых, наверное, самая дешевая видеокарта для Mac Pro с поддержкой металл. Далее достал свой мультизагрузочный диск с Mac OS и запустил установку OSX El Capitan 10.11.6. По завершению процесса установки OSX El Capitan нам нужно сделать что? Скачать Google Chrome. Chrome нам необходим для доступа к гитхабу и скачивания оттуда OpenCore Legacy Patcher. Скачать Chrome можно спокойно из старого Safari, проблем быть не должно. Итак, скачиваем OpenCore Legacy Patcher из-под Google Chrome и создаем наш конфиг OpenCore. Выбираем Mac Pro 6.1, минимум спуфинг, именно Mac Pro 6.1, но видите, там есть некоторые галочки, очень интересные. Но я пока решил на них внимания, наверное, не обращать. Итак, мы создаем конфиг загрузчика OpenCore, перезагружаемся и видим что? А ее самую панику ядра. Сначала просто там пошла Force Reboot, а потом, когда я уже посмотрел Verbo's Mode, увидел эту самую панику ядра. А что же нам делать? Отмечу, что паника ядра идет на кекстах на грине, на лилу и касается именно звука. Я вспомнил про ту самую галочку. Итак, загружаемся обратно нативно, не через OpenCore в AirCapitan и пересоздаем снова конфиг OpenCore, но уже без этой галочки. А после этого я снова загружаюсь с помощью загрузчика OpenCore в AirCapitan и уже все прекрасно загрузилось. Спуфинг SMS BIOS под Mac Pro 6.1 пошел на отлично. Далее мы открываем OpenCore Legacy Patcher и качаем последнюю Mac OS для этого SM BIOS, то есть для Mac Pro 6.1, а именно Mac OS Monterey. А после успешного скачивания дистрибутива Mac OS Monterey и компиляции, это где-то полчаса, мы просто запускаем установку и уходим пить чай, кофе, может быть кушать, чесать живот, что угодно. Ждем пока она установится и предложат нам пройти круги ада в виде кликаний по начальным экранам приветствия и настройкам без графического ускорения. Потом дальше нам нужно будет пропатчить графику, что прошло вообще без проблем. И далее у нас уже нормальная готовая система Mac OS Monterey, но у нас цель это Mac OS Sonoma 14.4.1. Далее мы снова запускаем наш OpenCore Legacy Patcher, чтобы пересоздать наш загрузчик OpenCore, его конфигурацию. Теперь мы просто выбираем Minimal Spoofing, не ограничивая версию Mac Pro, там будет уже 7.1, потому что Monterey поддерживается Mac Pro 7.1. Также Mac Pro 7.1 поддерживает Mac OS Sonoma, но вот эту галочку я не стал снова включать, потому что непонятно было, как оно будет работать и не хотелось делать лишних движений. Итак, создали, обновили загрузчик, перезагрузились и делаем что? Все, качаем с помощью OpenCore Legacy Patcher уже дистрибутив Mac OS Sonoma 14.4.1. Это также займет примерно полчаса времени. Да, по завершении компиляции дистрибутива нам нажать «Отмена» на предложение создать установочную флешку. Нам она не нужна, нам нужен просто дистрибутив, который мы запускаем, соглашаемся со всем, что можно. Нажимаем «Установить» и снова идем чесать пузо, либо пить чай, а может даже поспать, вздремнуть примерно на часик. По завершению этапа установки Mac OS Monterrey подошли где-то, наверное, две перезагрузки, если я ошибаюсь, поправьте меня. И я увидел приветственное окно Mac OS Sonoma. То есть все получилось. Да, Андрей из Череповца, у меня все получилось. И у тебя, думаю, тоже теперь получится. Далее все как обычно, стандартно. Загружаемся на рабочий стол. Нам радостно выходит окно OpenCore и госипачера, что у нас отсутствуют драйверы на графику, USB 1.1 и так далее. Мы соглашаемся и ждем, пока он скачает Carinal Debug Kit. Все это дело установит и предложит нам перезагрузиться. Что мы с удовольствием делаем. И знаете, все вроде бы хорошо. Графика, металл, рабочий стол красиво, живые эти обои наши. Не наши, Тима Крука. Но нет звука. Помните галочку? Я тоже помню. Ну, здесь деваться нам уже некуда. Придется создавать новый загрузчик OpenCore. Уже с этой самой галочкой. Потому что это именно влияет на управление звуком. А что делать? Запустили OpenCore Legacy Patcher. Выбрали Minimal Spoofing. Больше ничего. Там меня в принципе не нужно. А, да, NVIDIA GOP. Потому что у нас GeForce GT640. Далее перезагружаемся. Установив этот загрузчик. И видим, что... Супер! Все работает. Все отлично. А на этом, пожалуй, можно и закончить наш сегодняшний рассказ. С вами был Макс. До новых встреч. Увидимся!